Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сегодня я покажу вам партию из суперфинала чемпионата России по шахматам, которая по своему накалу страстей, жестокости и непредсказуемости сюжета напоминает разве что настоящую женскую драку. Итак, в белом углу у нас спортсменка из Екатеринбурга Лея Гайфулина, а в черном углу спортсменка из подмосковного Долгопрудного Алина Биволх. И Лея начинает справа Е2-Е4, на что Бивол осторожно выдвигает пешку на одно поле, белые захватывают больше пространства, но Бивол отвечает Д7-Д5 ударом в кость, белые пока закрепляют пешку конем и ходом слон Б4 Алина переходит в вариант Венавера, белые закрывают центр, черные подрывают ходом Ц5, белые отгоняют слона, размен на поле Ц3 и в этой позиции уже в моду входит ход конь Ц6. Вторая партия подряд на чемпионате России играется именно этим ходом, напоминаю, вчера так сыграл Павел Панкратов и вот теперь за ним повторяет Алина Бивол. Напоминаю для всех, что самым принципиальным ходом за белок здесь является ход Фержи 4, нападая на пешку 6-7. Подробный разбор этого хода у меня есть в отдельном видеоролике, всем советую ознакомиться. А в нашей сегодняшней партии Лейга и Фулина также уклоняются от основных продолжений и вместо того, чтобы выводить Ферзя, играет А2-А4. Ну что ж, во всяком случае это выглядит более идейно, чем ход слон Д3, как сыграл Владимир Федосиев днем ранее. Итак, А2-А4, пытаясь освободить поле А3 для своего чернопольного слона. Черный пока спокойно выводит слона на поле Д7, не определяя своих дальнейших планов, этот ход пригодится во всех вариантах, и белый ставит своего слона на Б5. Типовая идея для данного варианта французской защиты, известна еще со времен Фишера. Черный играет Ферзь А5, атакуя пешку, загоняет белого слона на поле Д2 и закрывает позицию ходом С5-С4. Здесь опять же за белых было очень принципиально сыграть Ферзь Ж4, в очередной раз нападая на пешку Ж7 и заставляя черных дополнительно ослабить свою позицию. Однако Лея, видимо, принципиально не хотела выводить Ферзя на эту клетку и играет она Ферзем на поле С1. Идея в том, чтобы перевести Ферзя в будущем на поле А3, либо на поле Б2, где он будет атаковать на Ферзьевом фланге. Итак, черные заканчивают развитие, белые занимаются тем же самым, где-то пограживают прыжок коня на поле Ж5, поэтому Бивол прикрывает это поле пешкой. Короткая рокировка, длинная рокировка черных, и мы видим, что конфликт уже назаевает. Спортсменки зашлись по разным углам и готовы атаковать друг другу на флангах. Однако атаковать на Ферзьевом фланге довольно непросто, там позиция полностью закрыта, а вот черные могут надвигать свои пешки на белого короля. Но пока что ход за Леей, и она играет Ферзь Б2, занимая полуоткрытую линию. Ж7, Ж5, немедленно Алина бросается в атаку на позицию белого короля. Лея подводит ладью на Б1, и вот уже батарея ладья плюс Ферзь поглядывает на пешку Б7. Например, на какой-нибудь неаккуратный ход, например, на ход КГ6, может последовать взятие слоном на С4, и нельзя бить слона, поскольку провисает пешка на поле Б7. Черные должны постоянно учитывать эту возможность, поэтому Алина ставит ладью на поле Ф8. Такой вот многоплановый ход. Во-первых, теперь уже не проходит взятие на С4, поскольку черные просто возьмут, и на шаг с Ферзем отступит королем на Д8. Здесь никаких шагов нет, на шаг в угол доски можно просто закрыться, и атака отбивается, а черные остаются с лишней фигурой. Ну а соответственно взятие на С6 тоже не позволяет побить пешку, поскольку черные побьют слоном, и пешка окажется под защитой. Поэтому Лея срочно трубит отбой, отступает Ферзем на поле С1, уступая дорогу ладье и переводя Ферзя на линию Е. Итак, черные возвращают Ферзя на С7, белые ставят Ферзя на поле Е1, и возникла крайне интересная позиция. Здесь вся предыдущая игра черных была направлена на то, чтобы провести Ф7-Ф6, и вот сейчас настал тот момент, когда нужно было это делать. Например, можно пойти Ф6 немедленно, тогда белые скорее всего съедают на Ф6, и на взятие ладьей водружают своего коня на поле Е5, чтобы, не дай бог, черные не пожертвовали за него качество, взятие на Е5, взятие пешкой, ладья нападает на пешку Е5, и вот здесь дела белых были бы плохи, если бы у них не было бы инициативы после хода слон Е3. Неожиданно выясняется, что при ослабленных черных полях белые слоны разбивают довольно серьезную активность, ну и дальше форсированный вариант, взятие на П5, взятие ладьей, черные ставят коня на С6, белые сдваиваются по линии Б и играют слон Д4, пока удерживая свои пешки, и на доске возникает позиция динамического равновесия. Но вот это один из вариантов, можно было немедленно играть Ф6, можно было подготовить этот ход, вначале поставив коня на поле Ф5, идея в том, чтобы взять под контроль поле А4, и в ближайшем времени сыграть Ж5-Ж4, прогоняя белого коня. Белые, естественно, сыграют слон С1, чтобы перевести слона на ударную диагональ, на Ж4 отступят конем на поле Д2, ну и вот здесь смотрится Ф7-Ф6, наконец-то черные подрывают, отступают ладьей на Ф7, и также возникает весьма запутанная позиция с обоюдными шансами. Но в нашей с вами партии Алина не решается на то, чтобы немедленно продвигать пешку на Ф6, она делает ход А7-А6, заставляя белого слона определиться. Сход был бы действительно неплох, если бы белые были обязаны разминивать слона на коня, на самом деле никакой такой необходимости у белых нет, и они могут продолжить свой план, играя слон С1, переводя слона на ударную диагональ на поле Д6, и выясняется, что черные попросту не могут позволить себе забирать слона, вскрывая линии, поскольку пешка забирает на Б5, теперь ладья уже готова вторгнуться на А8, приходится отступать конем куда-то сюда, слон переходит на А3, нападает на коня, грозит вторжение на Д6, единственный ход это ход Ф4-Д8, защищая коня, но и здесь можно по-разному играть, например Ф4-Ц1, очень сильный ход, ну и также Ж2-Ж4, мощнейший ход, отнимая поле Ф5 у черного коня, и готовы теперь водрузить слона на поле Д6, ладья пойдет на поле А8, ферзь может подключиться через С1, в общем дела черного короля здесь сочтены, таким образом на ход А6 совсем не обязаны были белые разменивать слона, можно было пока вернуть слона на поле С1, и получается, что черные просто потеряли темп, нападая на слона, ведь все равно взятие они не вынудили, но Лея проходит мимо этого продолжения, разминивается она на С6, и тем самым предыдущий ход черных полностью оправдывается, теперь черные во многих вариантах грозят сыграть Ж4, поэтому Лея пока играет А3, препятствуя этому продвижению, и уже в этой позиции продвижение Ф6 за черных невыгодно, ведь после взятия на Ф6 белый конь занимает господствующая позиция, к центре на поле Е5, и согнать этого коня попросту нечем, поэтому Алина меняет план, теперь вместо того, чтобы подрывать белый центр, она ставит ладью на Ж8, и готовит продвижение Ж5-Ж4, вскрывая линии напротив белого короля, но объективно этому нужно было немедленно препятствовать, например, сыграть коня Ж2, и если в этой позиции черные играют Х5, пытаясь отнять у коня поле Ж4, то у белых находится очень сильный ход в ферзь С1, нападая на пешку Ж5, и выясняется, что черные просто не успевают ее защитить, например, на ход Ж4, играем Х4, черные толкают пешку дальше, взятие, взятие ладьей, дальше конь прогоняет ладью, слон становится на Ж5, ну и получаются позиции тоже динамического равновесия, белый ферзь защищает пешку на Х4 вместе со слоном, пешку на Е3 на всякий случай, в какой-то момент возможны ходы либо конь Х2, либо конь Е3, ну и мы видим, что чернопольного слона с поля Ж5 согнать невозможно. Но Лея немножко здесь сплоховала, она делает ход с ферзем на поле Е2, вроде бы как-то контролирует белые поля, но на самом деле этот ход важнейшая потея темпа. Алина переводит ферзя на поле Д8, поближе к королевскому флангу, теперь уже Лея играет конь Х2, вроде бы препятствует движению черных пешек, заодно хочет перевести коня через Ж4, на поле Ф6, где он занимал бы просто подавляющую позицию, однако туда его естественно не пускают. Черный играет Х5, конь наступает на Ф1, и конь Ж6, очень важный ход, важно, что ферзь теперь защищает пешку на Ж5, и конь идет вперед, готовый где-то черный, может быть даже Ф6 подрывать, а может быть Ж4 открывать позицию. Конь идет на Ж3, нападаем на пешку Х5, и вот если бы эта пешка продвинулась вперед, тогда бы игра белых была полностью оправдана, конь бы вернулся на Ф1, потом перешел бы на Х2, на Ж4, на Ф6, и белые бы получили долговременную инициативу. Однако Алина играет абсолютно верно, она жертвует пешку ходом. Ж5, Ж4, вскрывая линии, взятие-взятие, взятие Ферзем, но если не бить Ферзем, то черный Ферзь пойдет на Х4, и черный получит дармовую атаку, поэтому белые забирают пешку, и здесь конь бьет Е5, нападая на Ферзя, Ферзь отступает, черный конь переходит на Ж4, и здесь уже невооруженным глазом видно, что черные получили просто фантастическую атакующую позицию, две ладьи поглядывают на белого короля, Ферзь готов подключиться к атаке через поле Х4, конь здесь уже в атаке, у белых две ладьи в углу доски просто не участвуют в игре, и кажется, что еще пару ходов, и белые должны признать свое поражение, но Лея не сдается, она забирает пешку на Ф7, раз у нас плохо, то надо хотя бы пешечкой поживиться, черные пока защищают пешку Е6, это вполне логичный ход, белые возвращают Ферзя на Ф4, и вот в этой позиции Алине Биваль необходимо было найти точное решение, которое позволяло бы ей бороться за перевес, и это точное решение заключается в обзятии конем на поле Ф2, время пришло, пора уже бить позицию белого короля, дело в том, что нельзя бить королем, из-за хода ладья Ф8, связка и черный выигрывают Ферзя, а если побить на Ф2 Ферзем, то следует уже Ферзь Х4, грозя взятием коня, ну а если защитить этого коня, ясно, что конем нельзя отходить, потому что последует мат в один ход, а если защитить коня ходом Слон Ф4, то решает ход ладья Ф8, очередная связка, под боем Слон Ферзь там дальше, и очень важно, что никак не могут белые защитить своего слона, например, если защитить его конем, то последует мат в поле H1, если защитить его ладьей, то последует уже мат в поле H2, таким образом, черные отыгрывают фигуру, и продолжают решающую атаку по материальном равенстве. Надо было Алине только найти вот эту идею, побить конем на поле Ф2, и партия была бы у нее в кармане, однако она решает атаковать слишком простыми способами, выкидывает Ферзя в атаку путем Ферзь H4, и этот ход не только упускает победу, но и на самом деле проигрывает. Здесь Алине очень сильно повезло, что Лея не заметила ход Ферзь D6, дело в том, что на самом деле Ферзь на H4 не создал угрозу мата, поскольку поле H1 контролируется белым конем, а в случае шаха на H2, король спокойненько убегает на Е2, и пока что мата он здесь не получает. Ну а белые в свое время создали вполне себе реальную угрозу поставить слона на поле Ф4, и дальше Ферзем куда-нибудь на Б8 объявить мат. На самом деле за черных уже не видно защиты, например, слон С6, самый такой плотный ход, тогда белые вбрасывают ладью, черные возвращают Ферзя, но это их уже не помогает. Жертвуют ладью, потом забирают одну пешку с шахом, вторую пешку с шахом, ну и после Ферзь D6 у белых просто подавляющая позиция, слона 4 пешки против ладьи, никакой атаки на белого короля нет, а черный король полностью раскрыт. Таким образом, в этой позиции после Ферзь H4 ход Ферзь D6 приводил просто к победе белых, однако, на счастье, Алины Лея не замечает этот мотив, и вместо этого она наносит поймой удар по челюсти. Ладья бьет Б7, жертвует ладью, но на самом деле этот ход ведет только к ничьей. Итак, взятие королем. Теперь только Ферзь D6, нападая на слона, Алина трубит от боя, возвращаясь Ферзя к защиту. Шах ладьей, король отступает на А7, шах Ферзем, король отходит в угол доски, и слон Ф4. Смотрите, фантастическая позиция. Белые играют без ладьи, но поэтому черный король очень слаб. Белые атакуют его по черным полям, в каких-то вариантах грозит и вторжение слона на С7, и вторжение ладьи на поле Б6. В общем, очень опасная позиция. Алина защищается путем Ферзь С8. Это нормальный ход. Белые нападают, отступают Ферзем, конечно, размены нельзя. И здесь Е6, Е5. Алина во что бы то ни стало пытается выключить белого слона из игры и одновременно подключить свои ладьи к защите по шестому ряду. И в этой позиции белок спасал только ход ладья Б6. Только атакуя пешку на А6, белые могли рассчитывать на спасение. И дальше черные забирают слона. Взятие пешки. Черные должны отдавать Ферзя за ладью. Но в этой позиции у них слишком много фигур за Ферзя. Король убегает из-под шаха и получается совершенно разбалансированная позиция, где Ферзь борется против двух ладей и слона, но поэтому черный король слишком открыт, слишком слабы черные пешки и объективно движки оценивают позицию как равную. Хотя, конечно, в практической партии здесь могло закончиться как угодно. Это было сильнейшее продолжение за белых. Напоминаю, мы смотрели ход ладья Б6, однако Лейга и Фурина на движение черной пешки Е5 забирает ее пешкой и тем самым дает черным возможность защититься. Важнейший темп для того, чтобы сыграть слоном на поле С6. И здесь идея в том, что если белые как в партии играют Ф3, нападая на коня, то конь никуда не уходит, а слон просто переходит на поле Б7, где он надежно защищает собственного короля. И теперь после взятия коня черные забирают на Ж4 и очень важная идея, что слон в поле Б7 не только защищает короля, но еще и подключается к атаке на белого монарха после движения центральной пешки. И здесь уже белым не спастись. У черных материальный и позиционный перевес, и кроме того они атакуют белого короля. Таким образом играя здесь слон С6 и потом переводя слона на поле Б7 Алина добивалась победы. Но вместо этого она пытается подключить ладью к защите по шестому ряду и это оказывается неправильной идеей. Потому что белые играют Ф2 Ф3, нападают на коня и выясняется, что у коня нету совсем уж удобных отступлений. Хотя в принципе отступить им было можно. Например, ход коня С6 наверное было бы самой простой идеей за черных. Просто вступая конем из-под боя белые собираются сыграть Е6 отдать эту пешку потом объявить шаг на Б8 забрать ферзя забрать пешку Д5 и возникает вот такая вот абсолютно разбалансированная позиция. Опять белый ферзь боится против двух ладей и слона. У белых куча пешек у черных открыт король и закончится это безобразие может абсолютно как угодно. То есть отступление коня наверное было самым практичным решением. Кроме того движки предлагают такие нечеловеческие ходы как конь H2 например либо ферзь F8 но мы с вами не будем все это рассматривать посмотрим как сыграла Алина. Алина отвечает ударом на удар только что напали на ее коняшку и она нападает в ответ на белого слона. На самом деле неудачный ход и теперь просто играя конь Е2 белые получали большой перевес но Лея не может отступить конем назад только вперед только в атаку и конь идет на поле H5 защищая слона с другой стороны. Надо сказать что ход этот не самый сильный но для того чтобы опровергнуть движение коня на край доски необходимо было найти за черных строго единственный ход. Попробуйте догадаться какой ход спасает партию в этой ситуации. Вам слон бьет А4 единственный спасающий ход. Слон просто бьет пешку под бой. Дело в том что нельзя бить ферзем на А4 поскольку получает шаг с поля Ц5 и уже черные выигрывают прямой атакой. Поэтому необходимо забирать на Ж4 коня и теперь черные переходят в контратаку. Ферзь бьет на Ж4. Белые играют Ж3. Защищая слона и очень важный момент. Если прямо сейчас побить коня на поле H5 то белые не забирают слона а играют ферзь Б4. Двойной удар на ладью и на поле Б7 с матом и этот ход по сути выигрывают партию. Поэтому вместо того чтобы прямо сейчас бить коня нужно сыграть слон Б5 перегораживая линию Б. Но вы же скажете что пешка под связкой и можно побить на Б5 ладьей. Да так оно и есть. Но теперь дело в том что ход ферзь Б4 не будет грозить матом. И черные теперь уже забирают коня на краю доски. И вот интересный момент. 40 ход и лей нужно найти единственный ход который бы спасал партию. Это ход ладья Б8 просто жертвуя ладью. И действительно тут в случае взятия ладью получается шах на поле Д5 и все это заканчивается вечным шахом. А на взятие королем белые вскрывают своего слона ходом Е6 и одновременно перегораживают черную ладью которая защищала короля по шестому ряду. Конечно черные съедают слона но теперь ферзь Б6 и все заканчивается вечным шахом черному королю. Фантастический вариант и вот Алине находясь в цейтноте в этой позиции необходимо было просто найти ход. Слон бьет А4 все остальное проигрывало в этой партии и она не справляется с задачей она отступает ферзем на поле С6 вроде бы такой плотный ход защищает центральную пешку но белые просто бьют коня итак ферзь взял пешку на А4 белые отвечают взятием на Д5 ну и на самом деле в этой позиции техничнее всего было вернуться ферзем это было самое безопасное продолжение после чего белые разменивали бы ферзя защищали бы свою пешку но и все-таки позиция белых здесь предпочтительнее у них кони 3 пешки против ладьи так что только белые тут играют на победу но во всяком случае черные не получали бы как вы понимаете только на победу ничья ее не устраивает тем более Энштиль худший она не хочет получить поэтому закрывается она слоном на поле c6 но беда в том что теперь ферзь полностью выключен из игры белый играет ферзь c5 нападая на ладью ладья отступила на c8 и 40 контрольным ходом лея ставит ферзя на поле b6 нет не сразу а сначала слон бьет e3 слон e3 она играет с 40 ходом нападает на мат черные защищаются ладьей и теперь если объявить шаг отсюда вот у черных как-то слоном перегораживаются но лея играет ферзь b6 и теперь уже у черных нет защиты грозит мат на b8 висит ладья нельзя перегораживаться ладьей за шаг на d8 и мат следующим ходом в общем в этой позиции после ферзь b6 Алина Библ признает свое поражение и проигрывает фантастически напоезженную драку во французской защите кому понравился обзор этой партии не забывайте поставить лайк подписаться на канал и болейте за наших девушек а с вами был Евгений Шувалов до новых встреч до новых встреч субтитров cracks подогрев Продолжение следует...